Вот такой вот Walking Dead у нас на International Drive. Практически все заведения закрыты. Некоторые кафе и рестораны открыты только на вынос. Вот, например, два ресторана открыты. Музыка, тем не менее, играет. Хотя вроде бы у нас губернатор сказал, что 25% откроются. На улице можно сидеть. Вот dining room открыто. То есть на улице можно сидеть, соблюдая 6 feet. Расстояние. Да, ну у нас во Флориде крокодилами в мире. Сейчас, конечно, уже утро, практически день. Никого нет, как видите. А вот Yard House работает на пикап пока. Музыка, главное дело, играет. Туристов нет. Толесо стоит. Так, вот мы пришли посмотреть на место. Думали, можно арендовать для кафешки помещение. Но сейчас, видите, все только еще начинается строиться. Еще вообще ничего нет. Да, еще пока не началось. А уже написано, что доступно. Вот, посмотрите. Available. 10 тысяч square feet. Вот, вот это место. Available написано. То есть можно от 1060 square feet сдается. Цены пока нет. Это у нас полиция такая нарядная. Да, вот полиция. Не знаю, сейчас не загнут нам ласты. А что это вы тут без намордников? К сожалению, цены мы не знаем. Потому что еще даже ничего не построено. Вот так. На наших глазах включили фонтаны. Так что все начинает потихонечку работать. Музыка. Есть. Людей нет. Водопады работают. Вот эта вся площадка всегда забита людьми. Сейчас никого. Вот там вдалеке одна девушка только сидит. Кофе пьет. Все. Больше никого нет. Возможно, это вообще работница и все. Ни одной живой души. Вот он, знаменитый клуб-ресторан Манго у нас на International Drive. Сейчас тут опять же никого нет. Пара машин каких-то непонятных. Так, вот здесь еще сдается помещение. Бургеры. Здесь бургеры. О, здесь ремонт идет. Будут бургеры. Идет ремонт. Я думаю, что здесь этих будет. Да? Так, вот какой-то из этих сдается цена договорная. Так что ничего сказать не будешь. Под кафе и так далее и тому подобное. Вот Walgreens и CVS. Это такие продуктовые винные магазины. Вот они работают. Рестораны. Пока еще полуоткрыты, полузакрыты. Но людей там особо нет. Если туда внутрь заглянуть, вот видите, какое там большое помещение. До десяти тысяч square feet возможно. Но это делится, да, минимум тысяча square feet. Вот это старое здание. Его уже, наверное, скоро должны снести. А вот это у нас большая-большая парковка. Публичная. В стиле шестидесятых годов. Вывеска гласит. Боже, благослови Америку. God bless America. Очень надеемся, что скоро все вернется на круги своя. И к нам вернутся туристы. И город оживет. Впрочем, и страна, и вообще весь мир. Едем по Universal Boulevard. Такой большой, красивый. Вокруг, как всегда, никого. Но он вообще никогда не бывает заполненным. Здесь никогда трафика не бывает. И его сделали на будущее большим таким объемом. Вот выставочный центр. Да, это наш выставочный центр. В ДНХ. Один из самых крупных вообще во всей Флориде точно. Что там проходит? Там всякие. Ой, различные выставки, ивенты. Со всего мира, со всех штатов собираются люди. Но сейчас, к сожалению, естественно, он тоже закрыт на карантин. Ивентов еще, наверное, какое-то время не будет, да? Несколько месяцев. До конца года, наверное. Да. Драматично. Где большое количество людей в одном месте задействовано. Все это, я думаю, будет нескоро. На нас смотрит собак. Вот она. Эй, привет! Ага, смотри так внимательно. А как же? Как слезть-то? Вот это такое вакейшн комьюнити. Называется Виста Кей. У нас на Юниверсал Бульваре. Недалеко от нас. В Орландо. Здесь снимают на короткое время жилье. Но можно также и на долгий срок. На год и буквально на посуточно тоже можно. По рейтингу очень хорошие хвалят. Вот здесь вот в основном лонгтерн. Вот. Красивый такой фонтан. Господи, какая красота. И опять же никого нет. Вот это экклезинг-центр. Вот в этом районе тоже издается в аренду коммерческая недвижимость. Тысяча квадратных фитов. Цена договорная. Не хотят цену нигде писать. Смотрите, как все красиво ухожено. Нужно за этим за всем следить. И денег это стоит немалых для комьюнити, конечно. Даже хоть и видят эту всю красоту пару человек. Экклезинг не работает? Да, не работает, наверное, офис. Может быть, мы можем пройти в обход как-нибудь. Но это не точно. Так, сейчас посмотрим, как там внутри. Вот, какая красота внутри. Пожалуйста, звоните, если что. Ну, территория здесь, конечно, красивая, ухоженная. И чуваи тут явно не слабые. Да, однозначно. Что там такое у нас интересное? Бассейн, бассейн закрыт. Так, тут вообще какой-то ремонт идет. Сейчас многие взялись за ремонт. Пока все закрыто. У них даже видно озеро. Да, там есть не озеро, но, скажем так, большой пруд. Вот, поглядя собачка. Собачка, все. Теперь это мамин друг. Здрасте. Давай. Все. Пошли, пошли, пошли. Давай с нами. Чего ты? Вот он, большой пруд, как озеро. Ну, вот вокруг можно гулять. С этой стороны очевидно. Сейчас все бассейны во всех комьюнити закрыты. Как и тренажерные залы при комьюнити. Тоже закрыты. Так, вот какой-то из этих сдается. Вот. Какой, мы не знаем. Здесь есть и бьюти салоны. Ну, и что-то такое. Вот и Волгринс есть. Здесь недорогая аренда. Коммерческая. Именно коммерческая аренда здесь недорогая. Потому что этот участок, он достаточно обособленный. И еще только развивается. Хотя, в принципе, он находится, можно сказать, в центре города. Возможно, этот. Да, может быть. И тут цена, получается, за скверфит 19 долларов в год. То есть, это за тысячу скверфитов в месяц около полторы тысячи долларов всего. Представляете, это в два-три раза дешевле, чем если бы вы взяли такую площадь где-то в центре города. Даже не в центре, даже не в центре, даже у нас, например, на метров вести где-нибудь. А это всего лишь в 15 минутах от нас. Ну, просто видите, тут еще все только строится. Вот это, конечно, построенный комплекс уже. Но все находится в стороне цивилизации, так скажем. Вот, где вся цивилизация или там. Ну, это как бы не очень далеко. 15 минут. Доход у людей здесь около 50 тысяч в год, судя по данным. То есть, здесь живут достаточно обеспеченные люди. Но, если здесь, например, открывать кафе, то ходить будут пока люди, которые здесь же и живут. Или вот в этих вот ближайших комьюнити. То есть, мало кто из проезжающих людей здесь остановится, чтобы перекусить. Так что этот вариант, может быть, не совсем подходит для кафе. Хотя цена очень интересная. Птичка какая красивая у нас здесь во Флориде обитает. Вот ей кто-то кормушку поставил, и она оттуда кушает. Она очень тугливая, дикая, не подпускает к себе. Поэтому, наверное, еще выжила. Вот все улетело. Так, преследуем птичку Кардинал. Она очень-очень-очень тугливая, все улетела. Итак, приехали еще на один объект, который сдается в аренду. Но он еще не готов. Здесь все очень шумно. Находится он в даунтауне Орландо. Посмотрите, как здесь оживленно даже в карантин. Цены здесь, конечно же, нет. Может быть, она появится позже. Ей нужно звонить, узнавать. Так, здесь минимум. Первый этаж. Минимум 2832 скверфита. Под кафе также можно использовать его. Вот постройки 2020. Вот на такой стадии все находится. В принципе, под ресторан, под кафе здесь место неплохое. Но, опять же, огорчает то, что особо парковки нет. Но она, по-моему, с другой стороны какая-то. Какая-то все-таки есть. Но в любом даунтауне с парковкой напряг. Как минимум, она платная. А как максимум, ее нет просто. Или наоборот. В общем, здесь бурно идет ремонт. Вон. Ну, что можно сказать про даунтаун. Мы цену сейчас, конечно, не знаем. Этого помещения из-за скверфит. Но, по-любому, будет дорого. Как минимум, в два раза. Так что, вот такой вот минус. Так, вот еще на один объект приехали. Находится в Акое. Новостройка. Еще не до конца все доделано. Новое здание. Тоже там от тысячи полторы скверфит сдается под кафе и офисы. Вот кое-что здесь уже открыли. Правда, из-за карантина временно закрыто все. Вот даже кафе есть. Но здесь еще такая довольно-таки неразвитая по мне инфраструктура. Видите, вокруг все такое. Трафик-то здесь большой. Но насколько здесь останавливаться будут машины, это непонятно. Место проездное, но чисто такое сквозное. Не знаю, останавливаться ли будут здесь или нет. Именно для кафе. Мое мнение, что для кафе, возможно, такого плана здания не очень подходит. Хотя, что нравится, что здание новое. Но больше подходит для офисов, честно говоря. Место здесь проездное. Видите, даже в карантин все куда-то едут. Ну так, конечно, ее красиво всю эту плазу обустроили. Но на кафе мало похоже, да? Само по себе как будто оно такое офисное для дантистов. Что-то вроде дома, какие-то хелс, какие-то студии, комплексы. Не знаю. И так, мы внутри одного помещения. Это помещение 1800 square feet. Вот оно не отделанное. Но лендлорд дает около 20000 долларов за это помещение на ремонт. Это помещение выходит 2800 долларов в месяц аренда. Плюс сейлстакс это где-то еще 250 долларов. Сейчас нам покажут, как здесь с обратной стороны. Паркинг. Паркинг-плот. Там вот у нас паркинг. Здесь можно парковать своим автомобилем. И там очень много места. Еще второй этаж под этим. И что примечательно для визитеров, здесь бесплатный паркинг. Это хорошо. Вот такое вот замечательное место. Скажем, что цена эта совсем не большая по сравнению с другими вариантами. Потому что место новое. Постройка 2019 года. Здесь еще не сделаны потолки. Но лендлорд сказал, что даст денег на то, чтобы сделать ремонт. Может быть и не полностью. Я думаю, может быть полностью не хватит. Но 20000 долларов где-то он дает на это. Плюс два месяца бесплатно. А потом уже аренда будет с таксами где-то 3000 долларов в месяц. И так на пять лет. Кому интересна такая информация для бизнесменов, вот имейте в виду. Вообще здесь в Орландо, я считаю, недорогая аренда. Вот самый дешевый вариант, как можно сделать потолки. Они специальным спреем черным все побрызгали. И вот так вот выглядят потолки. Гораздо, говорит, дешевле, если делать реальные потолки. Так что тоже вариант для кого-то подойдет. Вот это помещение, оно уже сдано. Так что мы только здесь зашли посмотреть потолки. Находится комьюнити Виста Кей. Там арендуют в основном на короткий промежуток времени. Даже посуточно сдают или там на полгода. А также просто и живут местные жители. Вот здесь тоже, по-моему, местные жители живут в основной своей части. Это вообще улица называется Universal Boulevard. И вот там, вот там уже началась стройка нового Universal Park. Epic Universe называться будет. Где-то в 2022 планировали открыть его. Но сейчас, может быть, в 2023 году он откроется. 2 миллиарда долларов туда будет вложено денег. Так что ждем с нетерпением открытия. И тогда вот это место будет просто золотым. Потому что там еще и гостиницу рядом строят. И вообще здесь все скоро очень сильно разрастется. Вот эти вот два парковочных места тоже будут принадлежать этому кафе. Если здесь будет кафе. Здесь уже рядом открывается кофешоп. То есть кофешоп уже нельзя здесь открывать, естественно. Рядом находятся бейкери. Они еще в состоянии строительства тоже внутри. Они все отделывают, получают пермиты. Это занимает около четырех месяцев. Будьте готовы. В общем, нам это место понравилось. Но ни кофешоп, ни бейкери здесь уже делать нельзя, естественно. Так как соседи уже это делают. Следовательно, нужно выбрать, например, завтрачную. Или, может быть, какой-то другой небольшой ресторанчик. Ну, место очень даже привлекательное. Все, поехали дальше. Всем пока. Ура! Наш любимый ресторанчик открылся. Изибан. Сегодня, наверное, первый, может быть, второй день, как они открыты. Сейчас сходим, попробуем, что у них там новенького. Так, пока никого нет. И к нам никто не подходит. Смотрите, как пусто. Так, вот обязательно хенд санитайзер у них есть. Видно, что они его сами сделали. Но, тем не менее, он есть. Будем первые клиенты, видимо. Вот, меню. Thank you very much. Что за это? Туна кабачи? Туна кабачи. Вот, 12 долларов. Мне такая нравится. Хэппи ролл здесь стоит 14 баксов. Угу. Вот так. Все? Это то, что мы любим здесь. Да, в общем, я хочу сказать, что мы, скорее всего, первые. Все работники ходят в масках и, по-моему, в перчатках. Ну, ладно. Что? Отметим открытие. Здесь во всех ресторанах приносят бесплатную. Она фильтрованная просто, конечно же. Она не из бутылок, но фильтрованную воду всегда бесплатно привозят. Ура! Отмечаем открытие ресторанов. Ммм, вкусняшка. Вы не представляете, как это вкусно. Ммм. Это тунец, замоченный в каком-то их соусе, в специальном. Это морская капуста. А хаппи состоит из нескольких ингредиентов. Там и рыбка, и что еще? Авокадо. И тунец, авокадо. И чая-то икра. Да. В общем, тут несколько видов рыб. И, может быть, есть даже креветка или краб. Точно не знаю. Спасибо. Спасибо. Так. Вот. Посмотрим, сколько у нас получилось. Смотрим. Двадцать семь долларов. Они берут таксы. Всегда во всех таких заведениях берут обязательные налоги. У нас шесть с половиной процентов, да. Плюс еще типы. Около пятнадцати процентов нужно оставлять чаевик. Вот этой сумме. Краб, краб. Лобстер. Играет музыка. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»